Огня между аэропортом и Путиловском мостом выдвигается пехота, именно батальон «Восток» сейчас, подразделение «Спарта», также придет к ним на подкрепление, также в операции по обороне Донецкого аэропорта и позиции в тылу здесь помогают танки «Сомали». В общем-то, задача пехоты здесь занять позиции с гранатометами, в случае, если противник со стороны Путиловского моста попытается прорваться к новому терминалу. Буквально за несколько минут до того, как начался очередной прорыв украинской армии, правда, уже не со стороны взлетно-посадочной полосы к новому терминалу, а со стороны Авдеевки через поселок «Спартак» к Путиловскому мосту, таким образом пытаются отрезать украинские военные с помощью пехоты и бронетехники, конкретно танков, в общем-то, оборону аэропорта, взять ее в кольцо. Моторола, буквально за несколько минут повторюсь, дал нам большое интервью по поводу того, как обстоят дела в аэропорту. На тот момент обстановка тоже была напряженной, но немножко спокойнее, чем именно в эти минуты. Атаку на Путиловский мост отбили, в том числе при помощи артиллерии ополчения, насколько нам известно. Танки украинской армии оттуда уже выехали. Возможно, их преследует группа «Гиви» в эти самые минуты, когда мы с подразделением «Спарта» на БТРе выдвигаемся к новому терминалу. Группа выдвигается на подкрепление, потому что, возможно, Путиловский мост был отвлекающим маневром основной. Вот в районе нового терминала, куда мы сейчас подъезжаем. Нам удалось добраться до передовых позиций батальона «Спарта» в новом терминале, непосредственно на четвертом этаже. Здесь нам продемонстрировали трофейное оружие, найденное в заваленных оружейных комнатах, которые сейчас разбираясь, закрепляясь в новом терминале, оборудовая огневые точки для иностранного производства. Мы произвели зачистку всех помещений, которые остались целые, завалы поубирали. И было найдено оружие, которое украинской армии в регулярных войсках, она не стоит на вооружении. Насколько я разбираюсь, это все оружие страны НАТО, пировка и зарядные рации, патроны мы понаходили. Какой вывод из этого можно сделать? Ну, я так думаю, что здесь воевали не только украинская армия, которая убивает нас, но еще и наемники с Европы, страны НАТО.